Опять же, вот в прошлом 2015 году я коснулся темы, отправил его непосредственно в правительство РК. О необходимости создания специального комитета контроля за входящим продуктом. Опять же, возвращаемся к нашему холодильнику. То есть, сегодня какой-то продукт мы закупаем за границей. Может даже не мы, бизнес частный закупаем. Но это настолько неконтролируемая процедура, что в принципе может быть и у граждан РК или РФ нет другой альтернативы. Нет 5 лет гарантии, нет 7 лет гарантии. Этой темой я еще коснулся лет 10 назад. Она называлась версия диверсии. То есть, экономические диверсии против страны. Вот, пожалуйста, одна из них. Гофра современная появилась на унитазе. Конструкция гофры предполагает собой турбулентность. Понимаешь? Она так сложена, что, скажем, фекалий очень тяжело продавить в эту трубу. И ты используешь двойной смыв унитаза. А это в 2 раза больше воды тратится в государстве. Представляешь, какой перерасход? Многие, вот как, например, вот опять же, разве это не диверсия? У нас были унитазы, у нас не было какой-то, знаешь, как глэм этой гофры. Мы брали простую трубу, гладкую, втыкали, и по ней все свистело, все фекалии. С одного слива. Представь себе, сколько этих гофров в государстве. Какой перерасход воды. Поэтому я еще раз говорю о том, подтверждаю, что этот орган в РК уже создан. Специальная комиссия. Я о тонкости не знаю, но я слышал в новостях. Нужна группа ученых, которые будут исследовать продукт. Понимаешь? И законодательство, да, какой-то, вот, страны, допустим, РК или РФ, не будет некачественный продукт просто пускать на рынок, который занимает много времени. Вот, например, ну зачем нам машины, да, машины? Если одна из троя запчасти вышла, надо, мол, полмашины разобрать. Это что, не диверсия, что ли? Это же отнимает время. Поэтому Советский Союз это была непобедимая сильная организация, которая делала для себя. Понимаешь? А сейчас нас просто раздербанивают, нашу экономику, зарубежные бренды. Программируя лампочки, программируя эти холодильники. Ну как это? Просто представь, да? Вот ты сказал, пробег у него может быть больше. Если гарантия три года, это же абсурд. Ты понимаешь? Когда Бирюса, которую произвели там, я не знаю, лет 30 назад, до сих пор в некоторых домах работает, только резинки сгнили, остальное все целехали. Ты понимаешь? Этот комитет будет контролировать, изучать, что западный производитель от нас, например, хочет. Что же в этой кофре? Или возьми розетки в быту, сколько я встречался, сам проводил электричество. Я намучился, Евгений, с этими розетками. Я прям ругался, думал, какой балбес изобрел. А потом, потом, в версиях от диверсиях, я просто предполагал, да? Что одна экономика более развитая может пророчить неуспех другой экономики. Которая сама внутри государства не производит эргономику. То есть электрику нужно время. Чем больше времени у электрика, чем меньше времени у электрика будет уходить на установку того же выключателя или розетки, тем больше он этих розеток в стране починит. Тем меньше уйдет времени. Ты понимаешь? Современная техно, современный хай-тек, в первую очередь, это время. Эргономика времени нужна. Когда это будет эргономика, да, во всем, во всех, как фильтр входящих, да, тогда мы обретем этот успех. Другая альтернатива – производить все самим, для себя любимых, качественно. И так, чтобы эта процедура, да, эти все сопутствующие не занимали много времени. Спасибо. 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 Спасибо.